И мы говорим о разных компонентах нашей молитвы. Я даю вам это как такие направляющие линии. Не старайтесь быть законническими в этом. Потому что наше молитвенное время, оно должно течь. Это жизнь. Пускай будет оно живым. Это не религиозно, не законнически должно выглядеть. Так же хочу дать еще несколько компонентов, которые должны быть вовлечены в наше молитвенное время. Мы делаем наше прошение. И так же следующее идет ходатайство. И ходатайство — это не только молитва, это молитва за других. И за кого мы должны молиться? Дайте я вам предоставлю несколько вариантов. Семья и друзья. Все хотят молиться за семью. Да? Вы хотите молиться за семью? Ваши мамы и отцы нуждаются в молитве? Вы фокусируетесь на этом? Да. За маму и папу? Боже, измени их! Мама и папа нуждаются в молитве. Ваши дети нуждаются в молитве. Ваши внуки также нуждаются. Братья и сестры. Каждый в семье нуждается в молитве. Мы молимся за семью и за друзей. У каждого есть друзья. За друзей нужно молиться. У некоторых друзей есть особенные нужды. Поэтому мы будем молиться за семью и друзей. Следующая категория. Вы будете молиться за церковь, миссионеров и служения. Ваша церковь. О ком же мы будем молиться в вашей церкви? Мы будем молиться за пастори. За пастори поклонения. За группу поклонения, прославления старейшин. Других пасторов. Лидеров домашних групп. Вашего лидера. За детей. За всех детей. Очевидно, что за братья, за сестер, за друзей в церкви. И так же вы будете молиться за церковь в полноте. За служение в церкви. За направление, за видение церкви. За все это. Вы хотите, чтобы церковь росла. Здесь вы молитесь за строительство церкви. Да. В нашем случае мы молимся. Каждый раз, когда я приезжаю, у вас новое здание. Давайте будем молиться за здание. Молиться за финансы, чтобы это здание было уже готовое. За миссионеров. Обычно мы молимся за тех миссионеров, которые мы знаем и с которыми у нас есть взаимоотношения. Я говорю о миссионерах, это те, которые святые, которые за границей. И поэтому миссионеры и служения. Теперь вы также можете молиться за мое служение. Все служения, о которых вы беспокоитесь. Вы можете слышать новости о верующих, которые где-то преследуются. Вы будете молиться за них. Время, когда Исис был укреплен в голову верующих. Исис. Исис? Нет? Исламический... Исис. Вы не знаете Исис? Значит, исламский Исис, его имя. Исис в Сирии и Ираке? В Сирии и Ираке ему отрезали голову. То есть, услышите... А, Исис stands for Islamics. А, И... Something... А, Исис is this... А, Исис is the Islamic group that was cutting off everybody's heads a couple years ago. Это... У нас есть, если я понимаю, ИГИЛ. То, что... Это группа мусульман. Да, вы понимаете, чем я говорю? Да. Сирия и Ираке... Когда в Сирии отрезали голову. Да. ИГИЛ. ИГИЛ. ИГИЛ? What does that mean? Группу... This means group from... Группу террористов. Terrorist group. Okay, okay, I got you. Okay, okay. Yeah. So, surely you were probably even moved by God to pray on their behalf. И вы можете быть ведомыми Богом, чтобы молиться за это. Okay. Alright, so church, missionaries, ministries. Церковь, миссионеры, служения. Следующее. We want to pray for our government. Мы молимся за нашу власть в стране. Okay. 1 Timothy 2, 1 and 2. 1 Timothy 2, 1 and 2. И так я прежде всего прошу совершать молитвы. Во втором стихе за царей и за всех начальствующих. Поэтому мы молимся за власть в стране. У нас есть несколько форм власти. Есть национальная. У нас есть областная власть. Есть власть в городе. И мы молимся за нашего президента. У нас есть какие-то формы представительства. У нас есть парламент. И мы молимся за них. Мы молимся за местных. Кто из вас, кому из вас знакомый стих, который очень часто цитируется в Еремии 29, 11? I know the plans I have for you, says the Lord. Бог говорит, что я знаю намерения у вас. You familiar with that verse? Знаете этот стих? Plans to bless you, give you hope. Чтобы дать, благословить вас и дать вам надежду. Знаете контекст этого стиха? Контекст этого стиха о том, что Божий народ был в плену в Вавилоне в это время. И перед тем, как мы ходим до этого стиха, Бог говорит народу Успокоиться, Освоиться, Построить дома, Вести свои сады, городы, Отдавать своих дочерей замуж И молиться за успех этого города. Подумайте об этом. Они были в плену в Вавилоне. И Бог им сказал, Пока вы в этом городе, В плену молитесь за его успех, За успех города. Вы подумали бы, Что противоположно это будет истиной. Или вы подумали, что это будет в вашем сердце. Бог, убей их, чтобы мы могли домой. Они скажут, Бог, убей их, чтобы мы ушли домой. Разруши их город, как они разрушили наш город. Но Бог сказал, Молитесь за успех, Процветание этого города. Потому что он говорит, Если они будут благословены, Вы также будете благословены. И дальше он говорит, Что он знает намерение, Которое имеет о них. Интересно. Поэтому наши молитвы за власть Не так, чтобы Бог убей их. Мы молимся, Чтобы их глаза были открыты. Чтобы они слышали слово от Господа. Чтобы они были направлены Мудростью, были благословлением. Много людей во власти. А также молимся за местную власть. И дальше И также мы Обязательно молимся за Израиль. Да. Мы молимся за Израиль. Мы имеем удивительную возможность Жить в те дни, Когда пророчества об Израиле Исполняются. То, что Бог обещал Пророчество 2300 лет назад Сейчас Исполняется в наши дни. Поэтому мы молимся за Израиль. Псалом 121.6 Что там сказано? Просите мира. Пророчество 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 Потому что я знаю, что я нахожусь в МДЖБИ И я уверен, что этот стих Верил, что этот стих В вашем мышлении Просите мира Иерусалиму Поэтому мы молимся за Израиль. И поэтому Вот эти вещи Они составляют Наше ходатайство. И теперь я понимаю, что О чем вы могли бы подумать? Это очень длинный Такой молитвенный лист. Если я буду молиться За всех этих людей Мне нужно будет просыпаться В 3 часа утра. Кто-то хочет так сделать? Может быть нет. Как же мы это будем применять В нашей молитвенной жизни? И мы делаем такое расписание Нашей ходатайственной молитвы Что я имею ввиду Вы берете свой календарь И может по понедельникам Вы молитесь за семью, семьи и друзей Возможно по вторникам Вы молитесь за церковь, миссионеров и служения Например, по средам Вы молитесь за власть в стране По четвергам По четвергам вы молитесь за Израиль И вы можете даже сделать более так шире Чем этот вариант В понедельник семьи Во вторник друзья В среду церковь Четверг миссионеры И так дальше Это может быть еженедельный календарь Или неделя за неделю Что лучше? Что лучше, молиться за власть раз в две недели Или вообще не молиться? Естественно, как минимум Один раз в две недели И таким образом Ваше время, оно управляемо И таким образом Вы покрываете свой список Молитвенный список И вот здесь следующее Что нам нужно научиться делать И нам нужно молиться за тех людей Которым мы пообещали Что мы за них будем молиться Знаете, что я имею в виду? Кто-то может сказать Помолись за меня Я говорю Я помолюсь обязательно И мы просто забываем об этом Мы подумали об этом в этот момент Мы знали, что мы помолимся за ним Но это то, потому что вы так сказали Но иногда мы так не поступаем И нам нужно иметь часть нашего списка Часть молитвенного списка Куда мы записываем людей За которых мы будем молиться Давайте, чтобы это было практично Я, например, увидел пятерых людей В течение недели И всем я ему сказал Что я за них помолюсь И я пять добавил в свой список На следующей неделе Другие пять человек сказали Чтобы помолился И я их также добавил И теперь у меня десять человек в списке А с третьей недели Они еще опять сказали Помолись И я сказал Теперь у меня пятнадцать И теперь это выглядит сумасшедшим Ну так, дико И потому что у меня есть список Из-за которых я пообещал Но это очень трудно И тяжко для меня Вы должны выделить определенное время Для молитвы Я молюсь за этих людей Чьи недели Теперь я их убираю с моего списка Добавляю кого-то другого Вам просто нужно найти вариант Решение У меня есть друг Который возвращался к тому человеку Который просил молиться И спрашивал Нужно ли еще продолжать Потому что ты в моем списке Проблема была в этом Вот в чем Что они не отвечали Нет, я больше не нуждаюсь В твоем молитве Поэтому его список Постоянно продолжался Вы просто их убираете Через определенный период времени Или вы убираете его Потому что вы чувствуете в сердце Что Бог вам так сказал Есть смысл в этом Последний элемент Наши молитвы Последний компонент Нашего молитвенного времени И я называю это Общенность Или общение Очень возможно Что то, что я называю общением Оно происходит в первый период времени Я сказал брату во время перерыва Что очень часто Когда В мое молитвенное время Когда я поклоняюсь Я сразу же перехожу В общение В взаимоотношения С Господом И тогда я Двигаюсь Таким образом В молитвенном времени Я поклоняюсь Господу Ничьей ножкой И во время поклонения Мне что-то напоминается Я предоставляю это Господу Возвращаюсь в поклонение Стих из Писания Напоминается мне Во время поклонения Я прочитываю этот стих Дух Святой Показывает применение Этого стиха В моей жизни И у меня есть Общение с Господом На эту тему И в любой момент времени Наше молитвенное время Наша молитва Может быть такая Гибкая И это действительно То, что мы хотим Иметь То, что мы Хочу показать Такой вот Шаблон Показать вам Дать такое понимание Как молитвенное время Выглядит Пять слов Которые Образят Общность Общение Общность Феллщип Это взаимоотношение Вот я в свое Молитвенное время И у меня есть Взаимоотношение С Господом Он говорит ко мне Я отвечаю Ему У нас есть такое Общение Которое продолжается Это взаимоотношение Следующее Это Когда мы слушаем Я слушаю Господа Я слушаю Когда Господь Говорит Я слушаю Как Дух Святой Его говорит ко мне Я слушаю Я слушаю Его Когда я читаю Писание Я слушаю Когда Бог Говорит И Бог Может говорить Мне о очень конкретных Вещах В каждый день Бог может Проговаривать О моих Личных Обстоятельствах Бог может Проговаривать О тех вещах Которые Он меня Ведет Но я имею Взаимоотношение Я слушаю Я слушаю Как Господь Говорит ко мне И я говорю К Нему И следую И следую Это принятие Когда я Когда у меня Общение Общение Я принимаю Я принимаю Это от Него И следую Это наполнение Потому что Это то О чем Идет речь Я прихожу К Господу Чтобы встретиться С Ним И наполниться Им И я хочу Чтобы в течение Молитвного времени Я был полностью Наполнен И живой Я буду просить Духа Святого Чтобы Он Наполнил меня Наполни мне Сегодня Дух Святой И следую Следую Слово Последнее Возложение Или передача Все Что бы Господь Не хотел передать Ко мне Есть Такая Есть Духовная Передача Дары Они Передаются И Помазание Оно Передается Движение Духа Святого Оно Передается И мы можем Это Получать Когда Служители Возлагают На нас Руки Но Также Мы можем Это Получить В нашем Личном Общении С Господом Дух Святой Может Передать Это Нам Помнишь Когда Я Можешь Ум Помнишь Когда Я Говорил Что Вы Можете Иметь Наилучшие Самые Близкие Личные Переживания С Господом Именно В Молитвенной Встрече Кто Из вас Имел Такие Множественные Переживания Встречи С Господом Во время Богослужения Когда Кто-то Возлагал На вас Руки Вы Можете Иметь Такой Опыт Переживания Когда Вы Находитесь Наедине С Господом И Бог Может Прикоснуться К вам Так же В Это Молитвенное Время И Следующая Последняя Вещь Которая Может Произойти Во Во время Вашей Встречи С Господом Не Обязательно Каждый День Но По Случайности Или Вы Можете Получать Видение От Господа Видение От Господа Так Как Господь Возьмет Вас Куда Немудь В Духе Господь Откроет Ваши Духовные Глаза Увидеть Что-то В Духе Вы Можете Иметь Видение И Бог Хочет Когда Бог Хочет Что-то Показать Видение Вы Можете Даже Иметь Я Надеюсь Что Если Я Скажу Все Будет Хорошо У Вас Может Быть Даже Транс Вот Транс 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 У кого Из Людей В Писании Было Переживание Такого Транса Джон Питер Тогда Когда Они Молились Бог Настолько Их Накрыл Что Дав Им Видение Но Это Привело Их В Состояние Транса Что Вы Настолько Накрыты Что Ваше Тело Выглядит Что Оно Двигается И Вы Просто Имеете Взаимоотношения С Господом В Духе И В состоянии Транса Вы Видите Видение Это Возможно Может Возможно По этой Причине Вы Опознаете На работу Сказав Босс Я попал В состояние Транса Что Тебе Нужно Медицинское Лечение Подписаться Молитва Од McPharin Причине Молитва Б impressive Молиты Что Мы Хотим Чтобы Происходило Во Время Нашей Молитвы Молитва Молитва В И Алл Чтобы мы из внешнего двора зашли в внутренний двор. Я не хочу бросать мои молитвы в небеса. Я хочу стоять в небесах перед престолом Божьим, имея встречу с Господом. И вы можете. Но вы должны выбрать, достигать этого, двигаться, иметь жажду. И мы уже прочитали местописание, когда есть доступ. И он не призывает нас к местам молитвы, но он призывает нас к себе. Потому что это в его сердце. И он призывает нас к местам молитвы, Ишуа, он входил в это присутствие Господа, таким образом, будучи на земле Но вы можете сказать, подожди минуточку, это же был Ишуа Но апостол Павел имел такой опыт переживания личной встречи Иоанн также так же само переживал встречи Петр, он тоже переживал такие встречи Стефан также переживал такие встречи Поэтому мы не молимся Богу, который отдаленный, но мы молимся Богу, который рядом Опять же, наши молитвы, это не наши желания и надежды, которые мы предоставляем Господу Но наши молитвы, это то общение, в котором Господь открывает, дает откровение и рассказывает свои секреты у нас в молитве Бог говорит, что Он хочет открыть нам сокрытые тайны И это то, что происходит во время молитвенной жизни У меня есть друг Когда я просто удивляюсь, когда слушаю его некоторые истории И о тех удивительных встречах с Богом, которые у него были И те видения, которые он переживал, и личный опыт У Бога нет любимчиков, или Он нелицеприятный То, что Он сделал для других, Он делает и для нас Мы выбираем, мы избираем приходить перед Богом Мы выбираем это, потому что мы очень сильно нуждаемся в Нем Мы нуждаемся больше Него Мы нуждаемся, чтобы наш образ мышления изменился Мы нуждаемся в преобразовании, изменении И мы в течение нескольких двух дней увидели в истории людей в Писании Что через молитву их образ жизни изменился И также мы можем пережить такой опыт, жизненный опыт Это не означает, что это произойдет всегда, когда мы молимся На самом деле, позвольте мне быть с вами честным Возможно, что вы имеете встречу с Господом во время запланированного времени И выглядит так, что Бог не пришел на встречу Это происходит Я был спасен, когда мне было уже шесть лет Я уже был пастором, когда мне было уже девятнадцать У меня были удивительные встречи с Господом Но у меня такое есть опасение утром, что Бог забыл показаться Выйти на встречу И что же вы делаете? Вы сдаетесь? Нет Вы просто продолжаете Почему это произошло таким образом в один день? Я не знаю Но я достаточно умен, чтобы знать Чтобы дьявол пытался обвинить меня в том, что я что-то неправильно сделал Потому что дьявол хочет удерживать нас от близости с Господом И он использует разные тактики, которые он может Павел говорит, что мы не под влиянием его разделения Что мы не позволим ему влиять на нас Завтра мы поговорим о типах молитвы О молитве исцеления О молитве освобождения О провозглашении О пророческой молитве И завтра у нас будет финальный тест Он говорит, что Павел сказал ему Чтобы он сделал тест очень сложным, насколько это возможно Он говорит, что если вы хотите, можете меня купить с помощью шоколадного масла Но вот шоколадные торты он любит Он может мне купить Пол, мы сделаем чоколадный кейт Чоколадный кейт? О, да О, вы хотите купить меня? Или вы хотите купить его? Окей Это работает, это работает Хорошо Очень просто Давайте помолимся Боготец, мы благодарим Тебя, что Ты открыл дверь для нас Благодарим Тебя, что через Иисуса у нас есть доступ к престолу Твоему Благодарим Тебя, Господь, что мы познали, что Ты реальный Ты не миф Ты не просто легенда, история Ты не отдаленный Но Ты рядом Ты пришел к нам И Ты привел нас к Тебе Мы благодарим, что мы сотворены по Твоему образу Чтобы мы имели взаимоотношение с Тобой Мы любим Тебя, Господь Мы выбираем, избираем и доверять Тебе Все, что Ты сказал, оно благо, добро Все, что Ты сказал, оно истинно Мы подчиняем себя Твоим планам Мы отдаем себя Тебе Мы подчиняем свои жизни Тебе И мы приходим в эти взаимоотношения каждый день Чтобы встречаться с Тобой Слышать от Тебя Принимать от Тебя И высвобождать Тебе Наши нужды Наши ходатайства Мы благодарим Тебя, Господь, что Ты слышишь наши молитвы Мы благодарим, что Ты принимаешь нас Мы благодарим, что Ты доступна, у Тебя есть способность Все способности Освобождать нас Менять наш характер Решать наши вопросы Освобождать нас от разных бремен Прощать наши грехи Исцелять наши раны Наполнять нас Своей силой и властью И мы делаем посвящение Быть мужчинами и женщинами молитвы И мы молились об этом во имя Ишуа Аминь Пускай Бог благословит Вас Увидимся завтра